Доброе утро. Мы начинаем тему про кратчайшие пути в графах. Вот, не переживайте, даже если словосочетание алгоритм Дейкс, алгоритм Флойда и алгоритм Форд-Белмана у вас вызывает какие-то воспоминания, возможно, вы все равно узнаете что-то новое. Значит, ну формальная постановка будет какая-то такая. Значит, у меня есть граф, как обычно, ВЕ с некой весовой функцией, я ее буду называть КОСТ, ну ее там обычно буковка Омега или W обозначает, но мне по привычке приятнее писать КОСТ. Значит, взвешенный, давайте будем считать, что ориентированный граф, если, ну вот как обычно, Е это под множество V на V, то есть, возможно, петли. А КОСТ это некая функция из множества ребер, ну, например, в R, да, или там в Z, в Q, во что угодно, просто какие-то значения, которые написаны на весах. Отступление в сторону, возможно, иногда отображение у вас будет не в R, а, например, там в множество строк или что-нибудь такое, то есть на каждом ребре написано, например, некое слово. Наверное, мы не будем сильно на это смотреть, но просто можно сказать, что на самом деле КОСТы могут быть разные, там могут быть числа, могут быть слова, матрицы можно писать зачем-то, вот, ну ладно. Ну и наша задача состоит в отыскании кратчайших путей между, например, парой вершин. Определение, если U и V две вершины, тогда через dist от UV мы будем обозначать длину кратчайшего пути от U до V. Кратчайшего UV пути. Ну длина пути, понятно, меряется как сумма весов ребер, входящих в этот путь. Давайте это зафиксируем, потому что это, ну не обязательно так, но в классических так видно за этой штукой что-то. Ладно. Длина пути это сумма длин ребер в этом самом пути. Сумма длин его ребер. Вот. Ну и тут возникают две классические задачи. Одна задача состоит в отыскании кратчайших расстояний от одной вершины, от одной фиксированной вершины до всех остальных, а вторая задача состоит в отыскании просто всех попарных кратчайших расстояний. По некой стартовой вершине S найти все dist st, ну по t и v. То есть найти все кратчайшие из некой стартовой. И вторая просто найти все пары кратчайших расстояний. Вот. Ну мы сегодня, в зависимости от того, насколько быстро пойдет, посмотрим на один алгоритм, решающий эту задачу, один алгоритм, решающий эту задачу. Сразу скажу, что вот эта задача, ну постановка вот этого длины кратчайшего пути, она, ну в каком-то смысле не совсем корректна, если у нас в графе есть отрицательные циклы. Например, вот если есть такая картинка, что есть некий отрицательный цикл, ну давайте я какие-нибудь веса напишу, там 1, 1, здесь будет 0, 0, 0, минус 1, например. Тогда у меня вот есть отрицательный цикл, я начинаю в этой вершинке, иду по нулю, значит, складываю все, что тут написано, возвращаюсь сюда, сумма получилась минус 1. И, соответственно, как можно добраться из SFT? Можно напрямую вот так пройти по двум ребрам, получить вес 2, либо можно прийти сюда и здесь мотаться по циклу, сколько хочу, и, соответственно, получить какое угодно большое по модулю отрицательное число. Поэтому вот этот dist, он на самом деле не является длиной никакого пути. Если вы мне дадите произвольное число, я смогу построить путь с меньшей суммой, с меньшим весом. Поэтому на самом деле dist надо было бы определять как длину кратчайшего пути, если она корректно определена, иначе там минус бесконечность. В нашем случае мы будем писать, что расстояние от S до T минус бесконечность в том смысле, что, значит, какую бы вы мне константу большую не дали положительную, существует путь из S в T веса меньше, чем минус C. Вот тогда будем писать, что вес равен минус бесконечность. Ну, совсем простое утверждение, что dist st равно минус бесконечности ровно в том случае, когда на пути от S до T есть некий отрицательный цикл. Значит, существует отрицательный цикл. Ну, под словом, под словосочетанием отрицательный цикл я имею в виду цикл отрицательного веса. Цикл. Который достижим из S и из которого достижим T. Ну, то есть картинка как там. Почему это так? Ну, что значит, что там dist минус бесконечность? Например, если мне дадут константу какую-нибудь максимальное значение коста на сколько? Ну, что-то типа такого. Если мне дадут вот такую константу, где max кост — это максимальное значение среди всех весов ребер, то как мне получится набрать минус вот столько на пути от S до T? Понятно, что каждое ребро мне дает… ну, как бы вычитает у меня не больше, чем столько. И если мне нужно вычесть… Ну, то есть я иду, мне нужно получить минус столько. Каждое ребро не больше, чем минус столько. Поэтому мне нужно пройти хотя бы столько вершинок. Но если я прохожу хотя бы столько вершинок, то у меня, конечно, какая-то вершинка повторяется хотя бы дважды. Ну да, какая-то вершина у меня в этом пути, то есть я как-то так иду, какая-то вершина вынуждена повториться больше, чем один раз. Вот. Если сумма здесь отрицательна, то либо этот цикл мне был вообще не нужен, тогда у меня был бы путь… Сейчас, секунду, извините. Если здесь вес отрицательный, то все же хорошо мы доказали состояние отрицательного цикла. Если здесь вес не отрицательный, то этот цикл был бы бесполезен, и вообще мы его зря прошли, и эту константу мы бы не смогли получить, потому что мы получили количество ребер меньше, чем v. На пальцах как-то так. Так, окей? Хорошо. Что? Ну вот смотрите, c — это та константа, которой я здесь говорю, что для любого c существует путь веса минус c. Вот давайте я по определению то поставлю вот такое c. Значит, у меня есть путь из s в t веса меньше минус столько. Значит, там есть цикл, который либо положительный, тогда он бесполезен, либо отрицательный, что и хотелось. Вот. Хорошо. Значит, алгоритм Флойда находит все попарные расстояния. Но давайте пока в предположении, что нет отрицательных циклов. То есть мы поняли, что отрицательные циклы, они, ну, в общем, какие-то вырожденные случаи нам дают, что расстояние может быть сколько угодно большим по модуле отрицательным. Давайте пока считать, что их нет. Значит, пусть в графе нет отрицательных циклов. Отрицательных циклов. Хорошо. Тогда введем следующую… У вас была динамика, нет? Была. Хорошо. Значит, введем динамику для вершин iGk. Это следующее. Это длина кратчайшего пути из fG, промежуточные вершины которого… Ну, длина кратчайшего пути. Промежуточные вершины которого могут иметь номера только 1, 2 и так далее k. Промежуточные имеются в виду кроме вот этих вот граничных iG. Промежуточные вершины которого… только из множества 1, 2 и так далее k. То есть мы хотим, значит, найти путь из fG, но говорим, что мы не можем вот на промежутке, если мы хотим попасть сюда, кроме них мы не можем посещать никакие, кроме вот этих. Так, ну, типа база k равно 0. Давайте считать, что у меня пронумерована с единицей вершинки. Значит, считаем, что v за 1 множеством 1, 2 и так далее n. Тогда база k равно 0, dp и tGt – это просто, на самом деле, вот эта матрица кост. Кост и tGt. Что такое dp и tGt нулевое? Это длина кратчайшего пути отсюда сюда, которому запрещены все промежуточные вершины. Да, мы говорим, что промежуточные должны лежать в пустом множестве, то есть они просто запрещены. Но это как раз и лежит у меня в матрице кост. То есть мне из fG никак нельзя ходить, кроме вот непосредственно ребра из fG. Потому что все промежуточные вершины мне запрещены. Я не могу, ну, не могу там никаким путем содержателем пройти. Только ребра. Вот. Значит, мне остается только ходить по косту. Ну, и давайте считать, что кост равен плюс бесконечности, если ребра не существует. Тогда, значит, в dp будет лежать плюс бесконечность, как индикатор того, что нет вообще никакого пути из fG, который бы удовлетворял этому условию. Переход, динамика очень простой. Значит, вот k-1 к k. Как будет устроен переход? Ну, следующим образом. Давайте сначала я туда положу старое значение. То есть теперь мне на пути из fG разрешают посещать вершины с 1 по k. А раньше разрешали с 1 по k минус 1. То есть, по сути, мне просто разрешили посещать одну новую вершинку k. Давайте я сохраню значение старое, как показатель того, что я не стану использовать просто k. Эти все вершинки у меня по-прежнему валидные. Я ставлю тот самый ответ, просто не используя вершинка. А дальше я сделаю, ну, ладно, на самом деле я, давайте я вот так решу. Минимум из, нет, да, нормально, dp и gk. То есть минимум из того, что там уже лежит, из того, какой путь мы уже сделали. И что здесь будет? dp и tk tk минус 1 плюс dp k tk минус 1. Наверное, ничего не видно? Или видно? Никто не жалуется, значит, видно. Вот. Что написано? Мне теперь разрешили посещать k-твершинку. Вот у меня есть ij, разрешили посещать промежуточную k. Два случая. Либо я ее вообще не посещаю, тогда мой ответ сохраняется с предыдущего уровня. Либо, как я ее посещаю? Я иду из i в k, потом из k в j каким-то некоторым образом, да? Но тогда понятно, что на пути от i до k мне нет смысла посещать вершины. Нет, не так. Мне разрешены только вершины с номерами не больше k, и k я уже использовал. Поэтому здесь все вершины будут иметь номера не больше, чем k минус 1. Все промежуточные будут иметь номер не больше, чем k минус 1. То же самое здесь. На этом пути нет смысла еще раз посещать k, поэтому все промежуточные имеют номер меньше, чем k минус 1. Но эти значения у меня как раз написаны в dp. Я иду из i в k с использованием вершин с номерами не больше, чем k минус 1, и потом из k в j опять с теми же самыми вершинами. Но здесь уже активно используется, что нет в рисательных циклов, потому что, ну а почему нам невыгодно посещать вершинку k больше, чем 1 раз? Вот я говорю, что оптимальный путь из i в k, который посещает вершинку не больше, чем 1-k, он не использует k больше, чем 1 раз. Ну если бы он посещал, то есть предположим, что есть путь из i в k, который бы хотел посещать k. Но тогда вот эта вот длина отрицательна, потому что если она не отрицательна, то можно этот путь вот так вот срезать просто, оставить его префикс и просто отбросить вот этот кусочек. Ну он, в общем, ничего нам не улучшит. То есть если здесь, давайте я обозначу, x, ну скажем так, если x больше нуля, то точно не имеет никакого смысла оставлять k, то путь i-k короче, чем i-k-k. Мы договорились, что нет отрицательных циклов, значит x не может быть меньше нуля, потому что если x меньше нуля, то у меня получается, что на вершинке k есть, ну то есть из k в k получается цикл, да, цикл веса отрицательного. Если же x равно нулю, то, ну, нет никакой разницы, я иду из i в k или я иду из i в k и потом еще опять проделываю путь на любой длины в k. Поэтому я могу отбросить этот кусочек, да, считать, что он не дает мне никакого эффекта, он не влияет на длину пути, поэтому я его могу отбросить. То путь i-k, то есть тут был короче, а здесь будет не длиннее, ну не строго просто превращается в неравенство. не длиннее, чем вот этот i-k. Вот. Все, то есть действительно на промежуточных кусочках нет смысла посещать вершинки с номерами больше, чем k. Больше, чем k-1. Поэтому вот эта динамика корректна. И вот после выполнения такой пары вложенных циклов у меня будет корректно насчитывать все значения динамики на k-том слое. Вот, ну тогда понятно, что dist и житое это просто dp и житое n-то. Потому что что такое dp и житое n-то? Давайте вспомним определение. Это минимальная длина кратчайшего пути из и в жи, промежуточные вершины на котором могут иметь номера не больше, чем n. То есть это просто любой путь, да, потому что на любом пути, конечно, промежуточные имеют номера не больше, чем 1 и так далее, n. Поэтому, ну вот здесь вообще уже не накладывается никаких ограничений на путь. То есть мы просто ищем корректнейший путь из и в жи. Поэтому достаточно динамика считает только до n-то слоя, и в ней в конце будет лежать значение всех расстояний. Так, да, значит, все, мы описали алгоритм. Ну, то есть здесь, чтобы его закончить, да, мне нужно было написать внешний цикл по k там от единицы до n. Ну, а изначально я заполняю динамику так, как я сказал, просто костами. Что? Нет, мы заполнили карву на нулю только. Поэтому с единички. Вот это? Ну, можно, нет, можно без нее, да, можно тут написать k-1. Можно, конечно, и так. Хорошо. Значит, вот это Флойд, ну, как бы, как его доказывать? Но, значит, проблема в том, что он использует кубическую память, а мы хотим квадратичную все-таки. У меня исходная матовца была квадратная, n на n, кост, да, а теперь я ввожу динамику трехмерную. Ну, очень просто избавиться от трехмерности. Значит, первый, значит, наша цель, хотим избавиться от куба памяти. Значит, первый способ, совсем простой, но не очень удобный и никем не используемый, это хранить два слоя этой динамики. Потому что, смотрите, мы поняли, что кат и слой пересчитываются только через k-1. Все предыдущие значения ему неинтересны. Поэтому давайте хранить вот предыдущий слой и насчитывать через него новый. Потом новый насчитали, предыдущий забыли, да, и используем, ну, опять насчитываем следующий и так далее. То есть нам всегда неинтересен предпредыдущий и достаточно хранить только предыдущий. Поэтому метод 1 — это просто хранить два слоя динамики. Динамики. То есть dp, k-1 и dp, kt. Ну, мы понимаем, что это пересчитывается через это. Если я это насчитал, я про это могу уже все забыть и k-1 насчитывать через вот этот вот посчитанный массив. Вот, тогда у меня будет, ну, мне нужно будет хранить два массива квадратичного размера. Это уже будет 2n в квадрате, это уже от n в квадрате. Ну, это стандартный метод экономии памяти, если у вас есть динамика, да, у которой каждый слой пересчитывается только через несколько предыдущих. Не через все предыдущие, а только через несколько. Второй метод — то, как все пишут. Он на самом деле такой. Давайте я напишу код. На самом деле второй метод — это просто игнорирование k. Ну, вот в индексе, да, dp и jtk. Что я имею в виду? Ну, вот код, который вы многие наверняка видели. Я написал то же самое, просто я игнорирую последний. Я говорю, что новое значение динамики — это минимум из того, что там уже лежит, и я пытаюсь обновиться путем через k-тую вершинку. Из fk плюс из k в j. Все то же самое, просто я игнорирую последний индекс. Вот. Ну, и легко показать, что вот это значение динамики после выполнения k-того уровня будет равно в точности тому же, чему оно было равно там. Давайте я для формальности напишу здесь какой-нибудь штрих. Ну, я утверждаю, что после выполнения цикла с k, ну, вот здесь, да, когда какое-то значение k пройдено, эти два вложенных цикла выполнены, я утверждаю, что для любой пары ij вот это новое значение динамики совпадает просто с dp и jtk. Так. То есть я просто игнорирую последний индекс и говорю, что на самом деле я все буду насчитывать точно так же. Так. Почему это верно? Ну, там индукция какая-то, да, наверное. Индукция пока. База k-0 верна, потому что я еще не сделал ни одну операцию. В dp-штрих лежат кост, да, так же, как и в dp ij0. Так, ну, теперь переход. Смотрите. Значит, я знаю, что вот предыдущее значение dp-штрих и kt, это то, что мне нужно, да, это как раз путь из fk, посещающий промежуточные вершины, только с номерами не больше, чем k-1. Я складываю с аналогичным и пишу в ячейку, да, где по сути должно было бы лежать, то есть вот тут как бы индекс должен быть k-1, а я его обновляю через, ну, по сути, dp и tg-tk. То есть проблема только в том, что я вот это значение пересчитываю на том же месте, что как бы лежит старое значение, где должен был быть индекс k-1. Ну, на самом деле нет никаких проблем, потому что ясно, что после k-3 итерации вот этого вот нового алгоритма понятно, что у меня выполняется вот такое неравенство, dp и tg-t, не больше, чем то, что мне нужно. Почему? Потому что я dp и tg, ну, вот dp, да, dp' и tg-t пересчитываю через все возможные, через, нет, не через все возможные, а через сумму dp' и tg-t, dp' и tg-t. И здесь лежали раньше значения dp и tg-t, tg-t, dp, tg-t, dp, tg-t, dp, tg-t. Когда я их складываю, у меня получается значение в точности dp и tg-t, вот, но поскольку эти значения могут только уменьшаться, потому что я беру минимум, то на самом деле я здесь могу получить только меньше либо равно, чем истинное значение динамики. Значит, почему это так? В общем, тут какой-то неинтересный анализ. поскольку значения динамики и tg-t только уменьшаются. Ну, и мы, как бы, в частности, ее обновляем вот через то, что нужно. Ну, да, dp' и tg-t плюс dp' и tg-t. Понятно, что такая штука дает нам меньше либо равно, чем нужно. Но она и даст больше равно, чем нужно, потому что вот когда мы делаем такое обновление, мы по-прежнему будем рассматривать только пути, промежуточные вершины которых имеют номера не больше, чем k. Потому что, значит, вот здесь были все промежуточные вершины с номерами не больше, чем k-1. Но какая проблема вообще? Почему? Зачем вообще я что-то говорю? Вот раньше мы это значение подразумевали, что тут написано правильное значение dp' и tk-tk-1. Теперь оно, возможно, могло вот в этом цикле пересчитаться раньше, чем dp' и tg-t. И там уже лежит не dp' и tk-tk-1, а dp' и tk-t. И я, получается, считаю k-t слой через k-t. Ну, нет никаких проблем. Если я пересчитаю себя через k-t слой, то тут лежит значение, то тут по-прежнему как бы длина коротчащего пути из fk, промежуточная вершина, на которой мы имеем номера не больше, чем k. Значит, они имеют номера не больше, чем k-1. Я два таких складываю. Промежуточные имеют номера не больше, чем k-1. Тут тоже самое не больше, чем k-1. Значит, вместе они дают номера не больше, чем k. Единственная проблема, что это обновилось раньше, чем это, но это нам ни на что не влияет, потому что k-1 вершина, ну, k-1 вершина в этих путях не будет задействована. Вот. Вопрос есть? Хорошо. Да, да. Так, чудно. Все, значит, флойды и инициали в привычном виде более-менее вроде, ну, точнее, просто обосновали, почему он работает. Следующий вопрос, который можно задавать, это как восстанавливать кратчайший путь между вершинками. Значит, восстановление кратчайшей пути. То есть вот мне интересна не просто его величина, а непосредственно путь там из первой, из и той в какую-то, потом в какую-то, в какую-то и так далее. Нужно вывести непосредственно сам путь. Значит, ну, тут все совсем просто. Если мы, значит, насчитываем динамику вот таким образом, мы можем насчитывать, мы можем также запоминать, а какая вершинка была вот промежуточной в этом пути. Смотрите, мы хотим попасть из и той в житую, мы говорим следующее. Мы либо кат и вообще не используем, то есть берем просто старое значение, либо используем кат и где-то в середине пути. Да, из и той прыгнули в кат и потом из кат и в житую. И вот давайте запомним, что если это значение динамики пересчиталось вот так, то в ней, ну, я как бы запомню, я заведу документальный массив сейчас, и в нем я запишу, что мы прыгнули из и той в житую с использованием кат и. П ежитая, ну, да, двумерный массив. Делаю следующее. Значит, форики, если, значит, что dp и t кат плюс dp кат и житая меньше, чем dp и t житая, то есть если кат и вершина вообще полезна, и как бы мы через нее обновляемся и пытаемся пойти сначала в нее, потом в житую. Тогда я, ну, во-первых, обновляю значение dp и жи. Так же, как и раньше. Просто я взятие минимума расписал через условия, да, то есть этот минимум равен либо этому, либо этому. Вот я написал условия, когда это берется. И тут я пишу p и t житая равно k. Закончился. Вот, тогда в, значит, да, то есть тут какие-то три фора. Фор, фор, фор. Тогда по окончании всего этого тройного вложенного цикла у меня для каждой пары вершин хранится как бы номер вершины, последний, через которую я из первой прыгаю во вторую. Значит, в конце у меня есть некий коротчайший путь из и в жи. Он посещает, ну, вершина с максимальным номером на этом пути, пусть какая-то, ну, на самом деле и будет иметь номер p и жи. p и жи. И мой путь выглядит как-то так, что я сначала из и иду в p и из и т жи, потом из p и т жи иду в жи. И эта вершинка как бы имеет на самом деле номер, просто максимальный номер среди всех вершин этого пути. Промежуточных. Ну, просто потому что моя динамика так обновляется, она из и в жи пытается прыгнуть через какую-то вот среднюю. Ну, давайте я ее просто буду запоминать, если мое значение динамики действительно изменилось. Тогда, как тогда восстановить путь из и в жи? Ну, смотрите, я знаю некую промежуточную вершинку. Давайте я тогда ее запишу куда-то вот и запущусь рекурсивно от вот этого пути из и в p и жи. Потом запишу эту вершинку и потом я запущусь рекурсивно от ну, второй половинки пути, да? p и жи. Все восстановление пути. То есть я знаю некую промежуточную вершинку, она на самом деле имеет просто максимальный номер среди всех промежуточных. И если мне нужно восстановить весь путь, я запускаюсь как бы от левого кусочка и от правого кусочка. Да, в конце получается я восстановлю весь путь из и в жи. Вот. То есть можно писать какую-то рекурсию, а можно на самом деле это сделать просто с помощью очереди, или нам нужен будет дек. Сейчас соображу. Да, нам нужно уметь пихать в начало. А, нет. Без очереди непонятно. Да, то есть тут, ну, в общем, самый простой алгоритм это просто запустить рекурсию от левого кусочка, от правого кусочка, да? И в середине между ними записать промежуточную вершину по ежи. Так, хорошо. Значит, мы сделали все. Мы, значит, написали Флойда, показали, что он работает, и показали, как восстанавливать путь. Значит, есть такой сюжет. Пример, не знаю. Пример использования алгоритма Флойда. Транзитивное замыкание. Надо ли, чтобы он был циклический? Вообще не надо. Ну, давайте на всякий случай напишем. А вы делаете перерыв? Что? Ну, давайте тогда перерыв. Итак, какая перед нами стоит задача? У меня есть ориентированный граф. Давайте считать его невзвешенным. И он ациклический в том смысле, что просто в нем нет циклов. Транзитивное замыкание. Это следующее. Если у меня есть некий путь между двумя вершинами, в принципе, то я хочу провести вот такое ребро. То есть я хочу как бы срезать все пути. Ну, это как транзитивность в понимании порядка. У меня есть стрелочка такая, стрелочка такая, стрелочка такая. И тогда по транзитивности должна быть вот такая большая стрелочка. Я просто хочу построить граф, который равен транзитивному замыканию исходного графа. То есть все вот эти пути. То есть если нет стрелки отсюда сюда, то я хочу ее добавить. Значит, ну, ориентированный. Вот. Все очень просто. Ну, смотрите, если мы научимся считать просто, например, кратчайшие пути отсюда сюда, то есть нам нужно понимать, есть ли путь отсюда сюда, через несколько ребер. Если он есть, то мне нужно провести такое ребро. Ну, вот Флойд у меня более-менее это и делает. Да, он пытается сказать кратчайший, но в частности он просто проверяет достижимость. Если я напишу вот такую, да, опять, значит, for i, for k, for j, точнее, там, там, dp и, t, j, ну, можно написать просто следующее. Равно dp и, t, k, t, or dp, k, t, j. И, t, k, t, k, t, j, где палочка, это булевская или. Вот. То на самом деле у меня в dp, ну, уже будет храниться не, то есть я могу здесь написать просто то же самое и сказать, что вот в конце по выполнению этой дпшки все положительные числа нужно превратить в единицу. Да, если у меня есть, в смысле все конечные положительные числа. Если у меня есть путь отсюда сюда, то кратчайший путь – это какое-то конечное число положительное, и мне нужно просто его провести в единичку как индикатор того, что есть просто ребро отсюда-сюда. Почему тут или? Почему можно писать вот так? Почему нет? Тоже будет работать, потому что мне не важно, мне не нужна длина кратчайшего пути. Мне просто нужно понимать, а есть ли путь отсюда-сюда? Вообще просто, независимо от весов. И вот я пытаюсь пройти через катую вершинку. Я сначала иду из if-катую, и потом иду из… Тут an, да, наверное, нужен. Извините, извините, да. Значит, мне нужно попасть отсюда, а потом отсюда-сюда. Вот это или начальное значение dp и j? Нет, начальное значение dp и j – это просто матча смежности. Вот так, да, вы хотите сказать? Да, извините. Значит… Ну да, 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 окей. Равно то, что там лежало, да, и то, чем мы обновляемся. Да, то есть у нас там либо уже есть путь, либо мы пытаемся пойти через катую. Вот. Ну формальные доказательства типа точно такое же, да. Мы, то есть опять по индукции доказываем, что в dp и та и j – после катого шага лежит единица, если только есть, и существует путь отсюда-сюда, проходящий через вершины промежуточные с номером не больше, чем k. Вот. Ну и я пытаюсь, значит… Либо у меня уже там что-то лежит, либо я пытаюсь посетить через катую вершинку пройти, да, из if-j. Все то же самое. На самом деле это можно… Вот такой алгоритм можно чуть улучшить. Значит, этот работает так же, как и раньше за n-куб. Здесь можно получить n-куб на длину машинного слова, потому что у вас все операции битовые, и их можно быстро делать. Если, например, мы будем хранить все строки, все матрицы вот этой матрицы, все строки, все столбцы матрицы dp в каких-нибудь битсетах, ну или в структуре, да, которая позволяет быстро делать операции вот эти or или i. Например, ну просто там можно разбить на блоки по 32 бита, каждые 32 бита представляет int. И, соответственно, мне нужно что? Мне нужно там по-андить некую строку с неким столбцом. Да, у меня есть dp-it, очень удобное ведро, конечно. Значит, у меня есть строка dp-it-kat. Мне ее нужно по-элементу по-андить со столбцом dp-kat. Так, 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 нет, наоборот, наоборот. У меня же k фиксировано, да, у меня есть цикл по ij. То есть у меня, наоборот, фиксирован, это будет кат и столбец. dp, да, что-то катая, и строка dp-katая что-то. Вот, мне их нужно просто по-андить, да, если они разбиваются на блоки по 32 элемента, то, ну, я делаю там быстрый ant, там на битцитах это быстро делается. Вот, ну и, соответственно, это значение обновляю через OR с вот этим новым значением в битците. Вот, такой трюк. Это будет за… Ну, то есть, на самом деле, это, конечно, тоже будет n в кубе на 32, но будет чуть быстрее, будет что-то в духе там n куб на 32. Вот. Так, хорошо, значит, теперь возвращаемся к отрицательным циклам. Отрицательные циклы. Я хочу понять, как ведет себя алгоритм Флойда, если в графе есть отрицательные циклы. Значит, ну, утверждение, которое нам нужно будет, это что… Сейчас я его сформулирую. Есть отрицательные циклы. Если в G есть цикл отрицательного веса, то в вот этой матрице dp и tj после исполнения алгоритма… Алгоритма Флойда на главной диагонали хоть в какой-то клетке будет минус единица. В смысле, отрицательное число на главной диагонали хотя бы в одной клетке будет число меньше нуля. Так, вот. Ну, на самом деле, давайте в качестве упражнения я сформулирую следующее, что после исполнения алгоритма, то есть все то же самое, но нули будут ровно в тех позициях, да, ровно у тех вершин, на которых есть отрицательный цикл. То есть на самом деле dp и t и t меньше нуля ровно в том случае, когда существует этот писательный цикл на вершине i, то есть содержащий вершину i. Вот. Но нам это не нужно. Нам, ну, то есть для детектирования, для того, чтобы понять, есть ли вообще в графе отрицательный цикл, нам не нужно там находить все циклы или сообщать все вершины, на которых есть отрицательный цикл. Нам достаточно понять, есть ли он хотя бы один, чтобы понять, ну, вот эти distы, которые мы насчитали, они вообще корректны или нет, да, или какие-то из них превращаются в минус бесконечности. Поэтому нам достаточно сказать, что если цикл есть, то где-то на главной диагонали будет минус 0, минус что-то, просто отрицательное число. Это будет как бы индикатор того, что есть отрицательный цикл и все плохо в каком-то смысле. Вот. Но почему это верно? То есть понятно, что если в какой-то позиции на главной диагонали получается число меньше нуля, то, конечно же, есть отрицательный цикл. Потому что вот у меня есть вершинка И, и я понял, что существует путь отрицательного веса из И в И. Да? Значит, если ДП и И меньше нуля, то, конечно же, существует отрицательный цикл на И. Вот. То есть в этом упражнении слева направо очевидно, вот справа налево не совсем. Ну, так же и у нас, да, во Флойде. Я утверждаю, что есть отрицательный цикл, если только если существует вершина И такая, что ДП и И, и меньше нуля. Значит, мы показали, что если такая вершина есть, то отрицательный цикл есть. Теперь почему в обратную сторону верно? Почему если есть некий отрицательный цикл, то мы обязательно его обнаружим вот в какой-то из вершинок И. Ну, давайте возьмем, рассмотрим, то есть отрицательный цикл с минимальным числом ребер. Вот. Я утверждаю, что мы его задетектим. Ну, пусть в нем, пусть И это некая его вершина, некая, в смысле, произвольная, покажем, что ДП и И будет меньше нуля. Вот. Почему? Ну, идея такая. Вот у меня есть отрицательный цикл. Вот тут вершинка И. Давайте посмотрим на вершину с наибольшим номером в этом цикле, кроме И. Пусть это будет К. К — это наибольший номер в этом цикле, кроме И. К — наибольший номер. К — кроме И. Тогда идея какая? Если цикл имеет отрицательную длину, то посмотрим, что наш алгоритм будет делать на катой итерации. Он, в частности, попытается попасть из И в И вот таким путем. Сначала сюда, потом сюда. То есть на катом шаге, да, мы же как делаем? Мы фиксируем К и все пути пытаемся просунуть через это самое К. Тогда, в частности, у меня будет путь из И в И вот такой. Сначала из И в К, потом из К в И. Ну и вот тогда мы этот цикл и обнаружим. Тогда на кат итерации алгоритма Флойда обновим dp итера итера через dp итера катая плюс dp катая итера. Вот. Ну то есть это какие-то числа, это какие-то пути из И в К, это путь из К в И. Вот. Ну я знаю, что их сумма отрицательна, просто потому, что у этого цикла отрицательный вес. Значит, у меня dp итера итера обновится через какое-то отрицательное число. Вот. Ну тут опять какие-то формальности, потому что на самом деле вот это dp итера катая, это уже, ну это длина кратчайшего пути из И в К. То есть это уже не совсем, да, длина кратчайшего пути из И в К, потому что… В общем, непонятно, почему вот это корректно насчитывается, в том смысле, что у меня же есть отрицательные циклы, у меня вот эти значения предыдущие тоже там могут быть какие-то, да, какие-то неадекватные. То есть они могут быть меньше, чем я бы хотел. Но на самом деле мне не важно. Мне важно, чтобы вот это значение было меньше, чем вот этот кусочек пути. То есть это будет больше, чем dp итера катая. А этот кусочек будет больше равен, чем dp катая итера. Вот. Тогда их сумма будет меньше, либо равна, чем длина цикла, а длина цикла отрицательная. Вот. То есть на самом деле мне здесь нужно было бы еще сформулировать такое утверждение, что давайте я его напишу. в любой момент времени выполняется следующее. Значит, истинное dist и g меньше обравно, чем то, что мы насчитали. Вот. Но это очевидно, да, потому что мы dp итера ижи, это поиск какого-то пути из fg. Он, конечно же, будет больше равен, чем самый короткий путь. То есть тут, возможно, число будет минус бесконечность. Вот. Но еще мы же хотим его оценивать, да, вот тут вот какой-то неравенции на этот путь с dp. Я хочу, чтобы dp было меньше равно, чем… Вот давайте я так напишу. Длина кратчайшего простого пути Ну вот как обычно, из fg промежуточные имеют номера не больше, чем k. Вот. То есть тут добавляется требование простоты пути. Ну, простой путь — это путь, который не содержит совершенно повторно. Так. Значит, почему это верно? Ну, опять-таки, это неравенство очевидно. Потому что здесь у меня, возможно, обновляются какие-то непростые пути. То есть я, возможно, там делаю какие-то циклы отрицательные, прохожу какие-то пути, пересекающиеся и так далее. Но понятно, что в dp и тжи, ну, вот на k там слоя, то есть тут накат итерации, нашелся какой-то короткий путь из fg, который посещает все вершинки не больше, чем промежуточные, имеет номера не больше, чем k. Ну, понятное дело, что он оптимальнее, чем простой такой самый короткий путь. То есть тут появляется дополнительное требование. Вот. Ну, тогда на самом деле вот эти вот значения dp и тк, и dp к т а и т, они будут, конечно, меньше равны, чем вот эти кусочки. Потому что я, значит, предполагаю, что, ну, если я взял цикл с минимальным числом ребер, то этот цикл простой, у него никто не повторяется. Значит, вот здесь вот длина вот этого пути будет больше собрана, чем значение в динамике. Вот по этому утверждению. И, соответственно, этого пути тоже будет больше, чем значение динамики. Значит, если я сложу значение динамики, у меня получится меньше, чем длина цикла, а длина цикла отрицательна. Так. Ну, вот. А то, что я взял с минимальным числом ребер, это значит, что этот цикл будет простой. Потому что если он не простой, то у него есть кусочек с более, ну, в общем, с меньшим числом ребер, и который тоже будет иметь отрицательный вес. Так. Надо ли что-то повторить из того, из этого доказательства? Ну, хорошо. Ну, нет, давайте я все-таки повторю, потому что мне кажется, что довольно тонкие материи мы тут обсуждали. Значит, еще раз. Я формулирую вот такое утверждение, что, значит, после катой итерации значение динамики, которое я насчитал, оно будет, с одной стороны, больше оно, чем истинное значение кратчайшего длины пути. Ну, это очевидно, да, потому что тут я ищу какой-то путь из fg. Он, конечно, будет, ну, не лучше оптимального. То есть тут, возможно, минус бесконечность вообще лежит. И, с другой стороны, он будет, вот это значит, динамики не больше, чем бла-бла-бла, но мы рассматриваем только простые пути. Ну, это тоже очевидно, потому что тут я, возможно, тут я не накладываю требования простоты пути. Возможно, он будет непростой, а здесь дополнительное требование, поэтому оптимум будет хуже, чем этот. Ну, не строго хуже. Теперь. Я рассматриваю цикл отрицательного веса с минимальным числом ребер. Пусть и это какая-то его вершинка. Я хочу доказать, что после выполнения алгоритма dp это это будет отрицательным. Я говорю, что если он имеет минимальное число ребер, то он обязательно простой, потому что если он не простой, то идея такая. Если он какой-то вот такой вот, то у него есть кусочек с отрицательной суммой, у которого число ребер меньше. Получается, что мой цикл представляется объединением там нескольких циклов. Если их сумма отрицательна, то есть какой-то конкретный цикл с отрицательным весом, и его взять лучше, потому что в нем меньше ребер просто. Поэтому вот этот цикл будет простой. В нем никакая вершина не повторяется, не проходится больше, чем один раз. Ну все. Значит, этот цикл простой, поэтому этот путь тоже простой в частности. И этот путь простой. Тогда на катой итерации значение, которое у меня лежит в dp и tk, dp и tk будет по этому утверждению меньше равно, чем длина вот этого пути. И то же самое здесь. dp и tk будет меньше равно, чем длина вот этого пути. Значит, их сумма, и tk и tk будет меньше, чем длина вот этого пути. То есть меньше нуля, потому что длина этого пути отрицательна. Все. Получается, что на ката итерации у меня в dp, it, it уже будет отрицательное число, что и требовалось. Вот. Значит, некий отрицательный цикл мы находим. То есть мы находим минимальный отрицательный цикл. На самом деле мы можем найти все вершинки, на которых лежат отрицательные циклы. То есть там похоже, доказательство должно пройти, но нужно немножко быть аккуратнее, потому что не работает… Этот путь уже не обязательно прост. То есть, возможно, единственный отрицательный цикл на вершинке, он непростой. То есть может быть что-то вот такое, где вот здесь вес положительный, а здесь сильно отрицательный. Тогда… Ну вот, есть отрицательный цикл, якобы его точно детектирую, но… А мне хочется найти вот такой отрицательный цикл, да, то есть какой-то положительный префикс, и только потом отрицательный цикл, потом возвращаемся назад. Вот. Но мы на самом деле такое тоже найдем, и это упражнение. Так. Чудно. Хорошо. Все. Вот про Флойда вроде поговорили. Ну, значит, напомню, что он работает за кубическую асимптотику, закупает количество вершин, и это более-менее оптимум, если ваш граф достаточно плотный. То есть в нем количество ребер, ну, оптимальное в каком-то смысле. Если количество ребер близко к n квадрату, то есть близко к максимальному значению. Плюс этот алгоритм находит все пары крошечных путей, а не только от одной до всех остальных. Теперь, значит, алгоритм Форда Беллмана… Вот он решает как раз вторую задачу поиска крошечных путей от одной до всех остальных. S некая стартовая. Мы хотим найти все dist st от нее до всех остальных вершинок t. Так. Значит, логика алгоритма на самом деле тоже будет динамика, но в результатившем коде динамики не будет, как вот во Флойде. У меня там, ну, просто какие-то преобразования я делаю, и там на самом деле скрывается динамика, но там ее не видно. Нет никаких слоев, что один перешит через предыдущий и так далее. Мы все считаем на месте, и даже с первого взгляда непонятно, что динамика. Также здесь давайте я заведу dp. Ну, давайте опять считать, что пусть пока нет отрицательных циклов. Нет отрицательных циклов. И вводим такую динамику dp, it, j, t, k, t. То есть сигнатура такая же, но смысл другой. Это длина кратчайшего пути из fg, который бы использовал не больше, чем k-ребер. То есть длина кратчайшего пути из fg, который использует не больше, чем k-ребер. То есть во Флойде мы ставили ограничение на промежуточные вершины, здесь мы ставим ограничение на количество используемых ребер. Причем какие у них номера, не важно. Так, ну опять база k равна нулю. Ну нет, ну хотя можно и нулю, да. Как заполнить dp, it, it, нулевое? Ну понятно, что ноль, потому что из вершинки в себя можем попасть за ноль шагов, не используя ничего. А все остальные будут плюс бесконечностями, потому что я не могу за ноль шагов перейти из одной в другую. Переход. Как сделать от k-1k? Значит я хочу, у меня есть, у меня есть оптимальное значение пути за k-1 ребро, и я хочу получить за k-ребер. Ну понятно, что мне нужно вот это последнее ребро просто перебрать. Давайте сделаем цикл по ребрам, как бы их назвать. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Динамика, как я делал? Ижи. Так, значит я глупость тут пишу, потому что у меня же вершинка, у меня s стартовая, да, и на самом деле я ищу не такие расстояния. У меня первое всегда фиксировано. Поэтому давайте я первый индекс сотру. Украшающий путь из s в g, да, потому что у меня, я уже считаю не все по парной расстоянии, а только в s. Из s, да, то есть здесь будет s, здесь будет то же самое, здесь s не равно g. Так, все, тогда будет хорошо. Значит я перебираю все ребра. Давайте я назову ребро uv из e. Я могу просто любой путь длины k-1 продолжить с этим ребром, вот поставить его в качестве последнего. Значит был некий путь длины k-1, подставляю последнее ребро e, и у меня получается путь длины k. И я пишу следующее. dp в это k, минимум из dp, ну того, что там уже лежит, и значение, которое у меня новое получилось. Отсюда сюда плюс попасть в, ну вот, плюс пройти ребро e. Это будет dp utk-1 плюс кост e. Так, скобка, скобка. Я просто нашел новый путь длины k-1. Длины k. Я из s хочу попасть в v за k шагов. Как я это могу сделать? Я могу вот, то есть либо я уже нашел оптимальный путь за k ребер, либо я перебираю последнее ребро. Вот я перебираю последнее ребро, пустится ребро e. Тогда я хочу попасть из s в v так, чтобы последнее ребро было e. Но значит, я должен попасть из s в u оптимально. Я должен пройти минимальное расстояние, если я в сумме хочу пройти минимальное расстояние. Значит, тут мне нужна просто динамика с предыдущего слоя. Мне здесь нужно, нужно не больше, чем камень, с одно ребро. И мы должны закончиться вершинке u. Вот. Ну, перед этим, да, я заполняю dp vt k-1 равно dp vt k-1 в цикле pv. То есть я сначала говорю, что использовать k ребер я k-1 игнорирую, использую k-1, а потом пытаюсь вот через это k-1 обновиться всеми возможными способами. Вот. Такой переход. Я просто рассматриваю последнее ребро. Ну, а сам алгоритм Форда Беллмана, что он делает? Он, ну, вот сначала заполняет dp vt 0 из базы, потом он делает вот этот пересчет, этот переход от k-1 к k в течение v-1 шага. Фор k от единицы до n-1. Вот этот кусочек я перепишу. Значит, for v, там от 1 до n, динамику переписываем со старого значения. Переписываем со старого значения. А дальше, дальше вот этот цикл по ребрам, да, for e v из e. Вот, почему достаточно n-1 шага? Ну, потому что кратчайший путь из старта в любую вершину, он использует на самом деле не больше, чем n-1 ребро. Да, потому что зачем ему использовать больше? Пусть, значит, рассмотрим некий путь, который идет из s в v и использует хотя бы n ребер. Что он делает? Он как-то идет, идет, идет. Я утверждаю тогда, что какую-то вершинку он обязан посетить хотя бы два раза. Потому что каждое новое ребро дает нам новую посещаемую вершинку. И если их больше, чем n, ну, то, в общем, мы не поместимся. Да, у нас нет просто столько вершин. Значит, мы в какой-то момент вынуждены вернуться обратно в наш путь. Но тогда вот этот кусочек был бессмыслен. Мы предпогнаем, что циклов отрицательного веса нет. Значит, мы можем просто этот цикл выкинуть, да, и сразу, игнорируя его, дойти до v. Поэтому мне достаточно n-1 итерации. Да, мне достаточно получить значение dp в это n-1, просто потому что ходить по циклам мне невыгодно. Достаточно n-1 итерации, поскольку не существует простых путей с хотя бы n-ребрами. А если путь непростой, то, значит, там он какие-то вершинки посещает больше одного раза, и этот кусок пути можно выкинуть, не ухудшив длину пути. Вот. То есть в итоге у меня в dp в это n-1 просто хранится значение dist от стартовой вершинки до v, которую мы ищем. Вот. Ну, то есть корректность опять, нам вот просто нужно посмотреть сюда и посмотреть, что этот алгоритм действительно всегда поддерживает инвариант, что dp в это ката это вот то самое, да, длина крайнейшей пути используя не больше, чем k-ребер. Вот. Все. Тоже очень короткий. Ну, опять-таки, у меня здесь появляется массив, большой на самом деле, у него размерность, а нет, у него квадратная размерность, да, тут n, тут n максимум. Вот. Но тоже можно от этого избавиться. Можно опять просто игнорировать вот этот второй индекс. То есть опять, да, проблема, что мы сейчас используем квадратичную память. Вход у меня был как бы вот такой, n плюс m, да, количество вершин плюс количество ребер. А здесь я создаю дополнительный массив размера n квадрат, v и k. Я хочу от этого избавиться. Я опять просто игнорирую второй аргумент. Значит, хотим избавиться от n квадрат памяти. Ну, я просто буду игнорировать второй индекс так же, как во Флойде. Тогда, значит, база у меня будет просто вот такая, dp v0. dp просто v, да, это либо нолик, либо плюс бесконечность. А дальше я, то есть эта строчка вообще исчезает, потому что у меня ничего здесь, да, не происходит. И я просто делаю вот такое вот обновление. dp vk, то минимум из того, что там лежит, и попытаться сходить через ut-ую вершинку с использованием ребра. Так, ну почему это работает? То есть опять может возникнуть такая проблема, что в значении dp уже лежит не то, что, не то, что у нас хотелось бы, да, не длина крошайшего пути, использующая там k ребер. Вот. Но на самом деле опять можно доказать, что в любом момент времени в dp, ну вот давайте я ее опять штрих назову, то есть в этом обновленном алгоритме, будет лежать значение не больше, чем вот это значение динамики, нужное, да, потому что, ну, то есть опять, я могу при одном и том же k сначала пересчитать dp ut, а потом через него пересчитать dp vt. И как бы я вот насчитал dp ut через k ребер, и потом dp vt опять насчитываю через это, приписывая ребро. То есть на самом деле у меня на этой итерации здесь может быть dp vt k плюс первое на самом деле. Потому что я вот в этом цикле уже мог пересчитать dp ut, как dp ut k, и потом из него насчитываю dp vt k плюс первое. Вот. Но на самом деле я все равно все эти обновления делаю, и у меня будет вот такое соотношение, потому что, ну, все равно все вот эти как бы проталкивания и обновления я буду совершать. Ну и, конечно, это будет не больше, чем dp sv, вновь потому что я просто ищу некий путь из sv, он, конечно, будет не короче, чем оптимальный. Ну и, то есть на самом деле, если я просто игнорирую второй индекс k, второй индекс в динамике, то у меня как бы числа, которые лежат в dp, они, ну, в общем, мало имеют, мало общего имеют как бы с действительностью, то есть они могут быть, в принципе, меньше, чем то, что мы бы ожидали. То есть тут может на самом деле на кат и итерации хранится значение типа dp vt k плюс 1 вместо dp vt kt. Вот, ну, как бы нам и ладно. То есть наша динамика еще быстрее обрабатывает все эти значения. И, то есть мы просто быстрее насчитываем. Да, мне не нужно будет заходить в k плюс 1, в k плюс 1 раз, чтобы насчитать dp vt. Вот, ну, и опять, если нет отрицательных циклов, то в конце вот эти вот величины совпадут, значит, это тоже с ними совпадет. Корректность тоже есть. Давайте я расскажу, как чуть-чуть оптимизировать этот код. В том смысле, что, ну, асимптотика-то будет такая же, но он работает на практике существенно быстрее. Значит, вот тут, когда я ввожу эту новую динамику, я вот сказал, что она на самом деле может в себе содержать как бы более, да, более крутые пути. То есть там будет лежать не dp vt k, а возможность использования там большого числа ребер, да, большего чем k. И, по сути, мы каждое значение динамики насчитываем быстрее, чем k. То есть у меня k как-то там линейно растет. Ну, в смысле, все тоже будет, конечно, линейно. Но, то есть dp' vt может на несколько итераций обогонять то значение, которое мы бы от него ожидали. Поэтому можно сделать такую штуку. Мы можем все эти обновления добавлять в очередь, да, и доставать из очереди все вот эти вот ребра, вдоль которых хочется обновить, и обрабатывать только их. Значит, давайте я напишу, что я наведу. Значит, я заведу очередь ребер. Очередь ребер… нет, вершин, 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 из которых я буду обновлять. Да, вершинка. В самом начале я в нее добавлю вершинку s и буду пихать в нее только вершины, которые, во-первых, там не лежат еще, во-вторых, те, в которых значение динамики улучшилось только что. Used, булевский массив. Есть ли вершинка в очереди? Значит, делается следующее. Пока очередь не пуста. Ну что там? Достается верхняя вершинка. Говорится, что она из очереди. Значит, used от v равно false. Купуп. Достали вершинку, удалили. Пометили, что она больше не лежит в очереди. И обновляем все через нее. То есть у меня вот есть вершинка v, и из нее торчат какие-то ребра. Я могу для всех этих вершин обновить ответ. Я знаю, что до нее есть некий оптимальный ответ. Уже найдено, да, dp vt. И я могу обновить, соответственно, dp. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Просто с использованием этих ребер. Значит, что я делаю? For e. Ну, давайте нет. For, как это сказать? У из g от v. Как все соседи вершинки v. У меня есть ребро из v в u. Я хочу обновить значение в u. Значит, давайте я напишу x равно dp vt плюс cost v u t. Я могу дойти из s в v с помощью некой динамики, да, с помощью пути длины dp vt и продолжить его ребром v u. А дальше я хочу вот обновить значение dp vt. Следующим образом. Если dp vt больше, чем x, тогда, ну, во-первых, его нужно обновить просто. Во-вторых, если что, я хочу u добавить в очередь, если она там еще не была. Как вот в ней что-то обновилось, значит, я как бы хочу эту информацию о том, что я получу более короткий путь из s в u, ну, сохранить и попытаться обновить дальше из u. Соответственно, если она не посещена, я ее пихаю в очередь и объявляю ее посещенной, ну, в смысле, что она лежит в очереди. Так, так, так. Вот. Значит, этот алгоритм, вот этот код называется spfa, shortest, pass, faster, алгоритм. Вот. Ну, на самом деле он делает все то же самое, что в форт Белман, только в некотором другом порядке. Он тоже, что делает форт Белман? Он имел какой-то путь из старта в v и пытается его обновить там каким-то ребром. Ну, мы делаем то же самое, мы просто в некотором другом порядке. Вот. Я досюда насчитал, достал эту вершинку и обновил все возможные ребра. Ну, да. Вдоль всех возможных ребер. Короче, асимптотика такая же, просто работает быстрее, корректно следует из корректности форт Белмана. Все, всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует...